итак добрый день уважаемые коллеги с вами снова александр сударев и мы опять находимся в лаборатории и сейчас я вам расскажу в таком живом формате что же происходит сейчас над чем ведутся работы что мы пытаемся получить сегодня ну давайте начнем по порядку как вы можете видеть это стенд с двигателем испытуемым за ним находится нагрузочная машина и запрягаются они через вот такой специальный датчик по терминологии можете меня строго не судить так как я не имею высшего технического образования но тем не менее стараюсь вникнуть в суть всего здесь происходящего значит для чего нужен этот датчик датчик как раз таки является тем посредником который снимает характеристики нашего испытуемого двигателя далее сигнал поступает на контроллер динамометра mac troll dsp 7000 вот так вот он выглядит но это не все если бы все было так просто но не все так просто здесь вы можете видеть вот этот маленький прибор это усилитель выходного сигнала как раз таки с нашего контроллера который подается в свою очередь уже на нагрузочный стенд для чего это нужно это нужно для того чтобы в принципе получить возможность им управлять и давать нагрузку но как вы видите здесь находится и еще и другой прибор который называется якагава вт 1800 в чем суть смысл в том что мактрол может управлять и снимать механические характеристики двигателя а вот якагава в свою очередь она может показывать как механические так и электрические характеристики двигателя но управлять механическими она не может поэтому в любом случае без мактрола обойтись мы не можем но и без якагава тоже обойтись не получится как вы можете видеть сопряжение через вот такой вот специальный переходник и характеристики которые получаем с двигателя через якагава поступают в компьютер в специальную программу но вот так уважаемые коллеги выглядит съем характеристик испытуемого двигателя нам нужно нажать на кнопку старт немножко подождать услышать интересные звуки посмотреть на график и все готово вот так быстро все это работает для этого и нужно было все это стендовое дорогостоящее оборудование значит на сегодняшний день в чем заключается неудобство неудобство заключается в том чтобы для того чтобы получить все необходимые характеристики нужно пользоваться программой на компьютере это не всегда удобно например для того чтобы посчитать тоже кпд нужно как механические так и электрические характеристики видеть и понимать так вот в данный момент происходит настройка якагавы для того чтобы все характеристики как механический так и электрический отображались на одном мониторе в режиме онлайн вот над этим и идет работа ну вот уважаемые коллеги как вы можете видеть поставленная на сегодня задача была успешно решена и вы можете на икагаве наблюдать дополнительные характеристики теперь она отображает мощность на валу механической мощности т.п.м. дальше он отображает мощность потребляемой электросети и конечно же автоматически рассчитывается кпд а сейчас у вас на вам наглядно продемонстрируем как это работает в живую как вы видите сейчас мы увеличиваем момент стоит отметить что номинальный момент данного двигателя две с половиной тысячи два и два с половиной прошу прощения и вот вы можете видеть как меняются характеристики причем обратите внимание что на данный момент момент двигателя всего 1.7 а кпд уже 80 процентов момент 3 ну и снижение вот опять же видно как в режиме онлайн поменяли все необходимые характеристики теперь мы можем построить зависимость кпд от нагрузки что называется не отходя от монитора причем не компьютерного а икагаве а на этом уважаемые коллеги видео ролик подошел к концу хотелось бы заострить ваше внимание на скорости с которой были сняты характеристики с испытуемого двигателя за счет использования специального дорогостоящего нового оборудования если не использовать самое новейшее оборудование тогда съем этих характеристик может растянуться на неделе времени и кропотливой преждодневной работы в данном случае вы можете увидеть как это происходит быстро и что стоит отметить еще вы сейчас видите короткий отрезок видео на котором предоставлены массива данных вот в начале этого отрезка представлена не структурированная информация вот именно такой она попадает в компьютеры после снятия характеристик а после преобразуются тот вид который вы сейчас можете наблюдать подписывайтесь на канал вступайте в группу вконтакте и регистрируйтесь в личном кабинете официального сайта проекта синхронные двигатели дну до новых встреч